Добрый день, уважаемые друзья! Я рад приветствовать всех, кто собрался сегодня в нашем шоуруме. Напоминаю, что мы продолжаем проект, который реализуется совместно российским обществом знания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации. Поделись своим знанием. Напомню, что в рамках этого проекта известны российские ученые, руководители образовательных научных учреждений выступают со своими мыслями, знаниями и, самое главное, со своим опытом перед студентами. В частности, в нашем шоуруме уже в рамках этого проекта были встречи с директором Института информационных технологий и систем, с известными учеными, работающими в области геологии, нефтедобычи, работающими в области юриспруденции. Но сегодня вам, может быть, повезло больше всех, потому что впервые в рамках этой сессии у нас встреча с академиком, профессором, директором Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаилом Дмитриевичем Щелкуновым. Я думаю, что даже дальнейшие какие-то комментарии и прелюдии будут излишни. Речь идет не только о человеке, обладающем колоссальными знаниями и опытом, но и, наверное, самым главным опытом в нашем контексте, общением с аудиторией, умением эту аудиторию настроить на конструктивный, серьезный и профессиональный разговор. Хотя вопросы, я напоминаю, если вопрос в ответу будет сразу после окончания основного выступления, вопросы можно задавать на разные темы, в том числе, как показал опыт предыдущих встреч, и личные. Смотрите, здесь все, как говорится, в ваших руках. Но вначале, Михаил Дмитриевич, все-таки слово вам. Ваш аплодисмент. Михаил Дмитриевич, большое спасибо за столь лестное представление аудитории. Я сердечно приветствую юных друзей, собравшихся в этой прекрасной аудитории. Еще приятнее осознавать, что большинство из них студенты нашего института. Ну и, как предисловие могу сказать, я с удовольствием посмотрел все предыдущие трансляции. Выступали интересные люди, мои коллеги, но те, которые еще или очень молоды, как руководители, или молоды даже возрастом. Сегодня перед вами выступление старейшины директорского корпуса университета по возрасту и по стажу руководящей работы. Я первый среди всех 20 руководителей институтов КФУ. Тема моего выступления звучит «Общественное служение как смысл жизни из естественников в гуманитарии». Начну с замечательной фразы известного ученого, философа, культуролога, историка Дмитрия Сергеевича Лихачева. Хотя бы некоторым из вас эта фамилия знакома. «В жизни надо иметь свое служение какому-то делу. Пусть дело это будет маленьким, но оно станет большим, если будешь ему верен». Замечательные слова. И не случайно слайд мой называется «Путь служения драма выбора». Я хочу рассказать вам историю своей жизни, в первую очередь профессиональной, которая богата, очень иногда крутыми разворотами и поворотами, исполнена драматизма. То есть мой путь к сегодняшнему состоянию, к сегодняшнему достоянию, был совсем непростым, но тем не менее он состоялся. Ну, как положено, начинаем со школьной юности. Не удивляйтесь, вот этот портрет и этот человек – одно лицо. Значит, мне посчастливилось учиться в двух школах. 18-е, 131-е. Многие казанцы знают, что эти школы всегда были в топ-списках лучших учебных заведений республики. России. И сегодня они сохраняют там тоже свое место. Если говорить о 18-й школе, то главное приобретение, которое она мне предоставила, это знание иностранного языка, английского, на котором я до сих пор достаточно прилично изъясняюсь и всегда вспоминаю теплом тех учителей, которые ввели меня в мир английского языка, английской культуры и тому подобное. Гораздо большее влияние на меня оказал 131-й лицей, как он сегодня называется, который тогда принимали с 8-го класса, и 8-й, 9-й, 10-й, 11-го не было. Я завершал вот в этих стенах на улице Бутлерово. Лицей мне вспоминается не только тем, что ориентировал нас на изучение точных наук, он был физико-математическим, не только тем, что там работали именитые учителя, не буду вам перечислять их фамилии, многих уже нет с нами, к сожалению, но тем, что именно там я впервые, особенно после школы 18, почувствовал другое отношение вообще к ученикам, к молодым людям, поскольку многие преподаватели в лицее были преподавателями университета, естественно, они уже как бы относились к нам, ну, если не по-студенчески, то по-полу-студенчески. Это всегда обращение на «вы», это всегда серьезный настрой, это всегда уроки порядочности, честности, ответственности. Впервые я там себя почувствовал не шкаляром, сопляком, а хотя бы полувзрослым человеком. И за это я коллективу нашей школы очень благодарен. Насколько мне известно, она и сегодня сохраняет эти замечательные традиции. Это первая ступенька к миру взрослой жизни. Еще не взрослая ступенька, но уже с движением вверх. Вам, наверное, будет удивительно, но с школы, с юности я вообще бредил исключительно о физике. Уже к тому времени я активно занимался физикой и математикой не только по школьным программам, но участвовал в олимпиадах. Дважды был победителем Республиканской олимпиады школьников в седьмом и девятом классах. Участвовал в Всесоюзной олимпиаде, правда, не столь успешно. То есть для меня физика была окном в мир взрослой жизни, в мир профессии, в мир моего становления. В те годы физфак университета был топовым факультетом. Это сегодня мы говорим о гуманитарном буме, о том, что уже 25 с лишним лет студенты России ломятся на юрфаке, психфаке, соцфаке и так далее. Тогда все ломились на физфак. Юрфак, пусть на меня Лидия Толгатна не обижается, иногда даже позволял себе принимать студентам стройками в аттестате. С стройками на физфак люди даже не приносили документы, это было бесполезно. Физфак имел во всех отношениях, учебном, научном, общественном, самодеятельности и так далее. Здесь физфак, еще раз повторяю, был топовым главным факультетом из восьми факультетов. В КГУ было всего восемь факультетов. Занятия наукой тоже начинались очень рано. Я специализировался по кафедре теоретической физики, это топ специальность вообще в физических науках. У нас были замечательные преподаватели. Но уже с той поры меня несколько смущало, не то что коробило, что занятие теоретическими разделами физики, оно все время замыкает человека в тиши кабинетов, в лаборатории с приборами. То есть для тебя уже жизнь в мире книг, в мире установок, в мире семинаров заполняет все жизненное пространство. А все остальное, общественная жизнь, коммуникация, ну это и есть, ну как бы по необходимости. Мы даже не могли себе представить, чтобы с коллегами, которые преподаватели нас учили, можно было даже в перерывах поговорить о результатах хоккейного матча СССР Чехословакии на чемпионате Европы, о прогнозе погоди, о новых книжных новинках или кинопремьерах. Это просто было исключено по умолчанию. Здесь говорили, думали, рассуждали, обсуждали только науку. И я, естественно, молодой человек считал, ну, видимо, наука требует вот такой уединенности, авторкичности в собственном мире. И как бы готовил к себе к тому, что если буду успешно учиться, делать науку, ну, моя жизнь пройдет именно вот в этом научном коридоре. Пардон. Первое сомнение в выборе своего профессионального призвания у меня зародилось, когда я стал активно, ну, не работать, а участвовать в жизни комсомольской организации. Многие из вас, наверное, даже не знают слова комсомол. Ну, для таких напомню, что это была мощнейшая организация молодежи, которая давала возможность любому молодому человеку раскрыться в самых разных направлениях личностного развития. Спорт, самодеятельность, наука, учеба, строительство, охрана общественного порядка, поисковое движение, волонтеры. Это все брал на себя комсомол. И поскольку я, как бы, будучи вовлеченную в эту деятельность, все больше и больше стал уделять ей времени, меня вдруг это обстоятельство стало цеплять. То есть на фоне того академизма, в который мы были погружены в стенах кафедры, в стенах аудитории, я вдруг стал чувствовать, что есть иная жизнь. Жизнь, которая связана не с коммуникацией или с пребыванием в мире интегралов, матриц, наблюдений, расчетов, а с миром общественных отношений, с миром коммуникации с людьми, с каким-то целенаправленным действием, с какими-то общественными достижениями и так далее. И с удивлением стал обнаруживать, что этот мир начинает меня затягивать, начинает привлекать. И это, повторяю, стало первым сомнением в том, правильно ли я иду в своем профессиональном становлении. Первым, пусть еще слабеньким, звоночком, но который уже стал меня иногда изнутри покусывать. Следующий звонок был вторым и, как оказалось, окончательно. Дело в том, что на пятом курсе, учился я на отлично, был ленинским стипендиатом, работая над очень интересной физической проблемой, не буду вам даже пытаться ее объяснить. Ее в Казани знали только двое, я и мой научный руководитель из физико-технического института, ныне уже профессор Григорий Тольтейбаум. В решении этой проблемы, в написании диплома, вы тоже будете писать свои коллекционные работы, всегда есть введение, введение в тему. И вот оказывается, что в той теме, особенно в новаторских таких передовых авангардных темах, для того, чтобы сделать введение, необходимо обоснование проблемы, методологии и так далее. И оказалось, что сделать это, пребывая только в мире физики, невозможно. То есть, для того, чтобы подвести коллегу, эксперта, рецензента к проблеме, необходимо выйти за область физического знания, как мы, философы, говорим, метафизику. То есть, в область, не связанную с самой физикой. В данном случае философия. В дальнейшем я могу сказать, что это действительно так, это не только мой единичный опыт. У меня и кандидатские, и докторские диссертации посвящены на этой теме. Это сегодня общепризнанный факт. Факт о том, что основания науки можно объяснить, обнаружить, только выходя за пределы науки. Если вы задетесь вопросами, как существует математика, на чем она зиждется? На чем зиждется физика, как наука? На чем зиждется химия, биология? На чем зиждется истериография, социология? Вы не сможете это ответить, оставаясь только физиком, математиком, химиком, биологом или социологом. Вы обязательно должны выйти за эти пределы и обратиться к философским основаниям науки. Вот это я прочувствовал на собственном опыте. И занятия философией, а для этого необходимо было читать специальную литературу, они меня начинали просто затягивать. Философию, как и вы нынче, мы слушали, как обязательно придет на втором курсе, и я относился к ней ровно. Она мне и не нравилась, и нравилась. Сдал ее на отлично, ну, прошел и забыл. Что тут такого? А теперь, когда это стало профессиональной необходимостью, мне надо было защищать диплом, я вдруг обнаружил мир философии, мир строгих размышлений, мир высоких абстракций, мир трансцеденции. Она буквально меня затягивала и не отпускала. И вот два фактора, фактора общественной деятельности и фактор знакомства с философией, а философия, как вы знаете, гуманитарная, общественная наука, они потихоньку все-таки подвели меня к главному решению моей профессиональной жизни. Сменить свою профессиональную ориентацию с физической на философскую. Это было непростое решение, уверяю вас. Я многим рисковал. В то время я был уже на освобожденной комсомольской работе на факультете. У меня было хорошее положение. Мне была гарантирована аспирантура по физике, когда я закончил комсомольскую работу. В конце концов, мне уже звучали намеки на продолжение общественно-политической карьеры. Я был членом партии. И вообще говоря, с хорошей репутацией, выпускник университета, такие люди очень быстро делали карьеру по партийной, общественно-политической или государственной линии. Но, тем не менее, я решил рискнуть. Знаете, кто не рискует, тот, как известно, кока-кола не пьет. Родители отнеслись к моему решению очень лояльно. Коллеги тоже поддержали. И когда на ученом совете факультета меня провожали в аспирантуру совсем другого факультета, аспирантуру к астрофилософии, до сих пор помню слова известного физика, член-корреспондента Академии наук СССР Семена Александровича Альшулера. Он сказал на прощание. Говорят, что из него вышел бы неплохой физик, но так пожелаем ему стать хорошим философом. И сегодня, хотя Семена Александровича давно нет с нами, я вспоминаю эти слова и могу сказать, Семен Александрович, я оправдал ваши надежды. В аспирантуру я поступил достаточно успешно, сдал все экзамены, закончил ее досрочно, и в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию, и мне поступило предложение заняться преподавательской карьерой. Внутренне я к этому уже был готов, но все-таки идея того, что с философским дипломом, кандидат философских наук, у меня бы еще лучше складывалась партийно-политическая карьера, знаете, было два в одном. Физик, кандидат философских наук, комсомольский работник, вперед и делай карьеру. Но не тут-то было. Философия оказалась очень ревнивой дамой. И все, кто когда-нибудь действительно станет профессиональным философом, вспомнят мои слова. Если эта дама повлекает тебя в свои объятия, то она из них не выпустит никогда. Из этих объятий, как писал один известный мыслитель 19 века, можно вырваться, только разорвав свое сердце. Эту даму можно подчинить, только самому подчинившись ей. Лучше не скажешь. И я понял, что с партийно-политической карьерой придется подзабыть, расстаться. Новое поприще, поприще философской работы преподавателем, исследователем полностью захватило меня. Я помню, как я буквально сутками корпел над литературой философской, как восполнял пробелы в истории философии. Мы же не изучали эти курсы. Выписывал книги, за большие деньги их приобретал у друзей, в букинистических магазинах. Время было, коллеги, совсем не в 2000-е, в 2010-е годы, когда все ломится от книг, и нажми только кликни, и тебе принесут, доставят в любую точку, где вы находитесь. Но, тем не менее, философия, кажется, сильно меня обняла. Ну, не буду рассказывать весь свой педагогический путь на поприще философии. Просто уж не сочтите за бахвальство, покажу вам результаты своей деятельности. За моими плечами более 40 лет стажа педагогической работы. Лекции, семинары, аттестации. Я как-то, все-таки физическое начало во мне сидит, решил посчитать, скольким же людям я подписал зачетные книжки, принимая экзамен по философии. Оказалось, не менее 16 тысячам студентам, если не 20 тысячам. Это самые такие более-менее выверенные цифры. Представляете, 20 тысяч – это, ну, небольшой городок, так сказать, районного значения. В 98-м году коллеги доверили мне честь возглавить кафедру философии, которую я вот уже возглавляю пятый срок. В 24-м году и в 23-м вспомнился 25 лет, как я бессменный заведующий этой кафедрой. Но и написано свыше 250 наушных работ. Из них 13 монографий, обложки вот здесь вам представлены, один учебник, три учебных пособия. В центре моих интересов – философия науки и философия образования. Не буду говорить вам детали, это не место, и не всем это интересно. Если здесь сидят наши студенты-философы, они об этом узнают в учебных дисциплинах и будут даже сдавать экзаменные зачеты по этой части. Ну и, наконец, горжусь своими учениками. У меня 12 кандидатов и один доктор. Может, было, конечно, больше, но вы поймете, кое-что в дальнейшем меня уже отвлекло от непосредственной педагогической работы. Многие из них стали после докторами наук. Подавляющее большинство остались работать на поприще философии. Казалось бы, все складывалось успешно. Я преподавательская карьера шла на отношения студентов к лекциям, к семинарам, не мог обижаться. Был популярен, знаю это сам и со слов своих коллег. Но, тем не менее, одна мысль меня стала постоянно беспокоить. Оказывается, в Казанском федеральном университете ошел уже 2000-й год, ну, приближался 2000-й год, почти 200 лет старейшему вузу России, не было подготовки философ-профессионалов, то есть людей, у которых диплом был написан. Преподаватель философии. Это было, мягко говоря, странно. Во всех крупных классических университетах, МГУ, СПГУ, Уральском государственном университете, Южном или Ростовском тогда федеральном университете, Воронежском университете, но в крупных центрах классические университеты вообще немыслим без профессиональной подготовки философов философского факультета. Понимаете, это вот та деталь, без которой облик классического университета совершенно неполный. И, понятно, я решил действовать в этом направлении. Процесса занял 7 лет. Сначала нам удалось открыть профессиональную подготовку философов. Еще при кафедре, а кафедра была на экономическом факультете, была не сразу, два года мы бились над этим. Наконец, в 2000 году Москва дала нам лицензию министерства на набор по философии. Он состоялся в 2000 году. 15 бюджетных мест. Конкурс был около 5 человек на место. 75 человек претендовало. Две трети из них медалисты. Это помню, как сегодня. У меня вообще природа наградила неплохой памятью, зрительной, ассоциативной, механической. Иногда говорят, что у меня патологическая память. Наверное, это так. Но факт остается фактом. Факультет, то есть подготовка сразу стала привлекательной. В дальнейшем, забегая вперед, скажу, что через 5 лет мы открыли подготовку по религоведению. Это тоже философский отрасль. А с 13-го года по теологии. Это просто показать, как развивалось философское направление в университете. Казалось бы, можно было успокоиться на этом. Но, согласитесь, когда философ готовят на кафедре экономического факультета, это выглядит, мягко говоря, противоестественно. Но философия и экономика, вообще говоря, совсем не близкие отрасли знания и подготовки. И тогда я подумал, что процесс надо довести до логической точки, создавать философский факультет. 7 лет я бился за эту идею. Понимаете, многие из вас еще юные совсем, я когда-то таким был, считал, что если есть какие-то институты, какие-то учреждения, то они сделаны чуть ли не по мгновению палочки волшебные, что вышел указ правительства или ЦК КПСС тогда, выделены деньги, их создали, потому что было надо и так далее. Но с годами я понял, что за любым созиданием чего-то, особенно какого-то общественного института, учреждения образования, науки, всегда стоят силы энтузиастов. Под лежачую воду, под лежачий камень, простите, вода не течет. За 7 лет, постоянно доказывая руководству университета, внешним инстанциям необходимость философаков КГУ, я не раз получал щелчки по носу, меня не раз гладили против шерсти. Некоторые демонстрировали полное непонимание, зачем нам это надо. Другие говорили, ну раз тебе это надо, ты добивайся, мы-то здесь при чем. Несколько ученых советов университета, где я выступал, отказывали в этой инициативе. Но я, знаете, по характеру человек с бойцовским нутром и очень упертый. Я решил идти до конца, потому что дело было абсолютно необходимое. Наконец, и слова, так сказать, мы благодарны тогдашнему ректору Мавзиму Хручу Салахову, он все-таки как физик, бывшего физика, созрел до такого решения. Вот видите, в марте 2007 года вышел исторический приказ ректора о создании философского факультета Казанского университета. Это была большая победа. У нас сразу расширились сферы деятельности. Вместо кафедры философии стало три кафедры. Затем были представлены политологи, создана кафер-конфликтология. В общем, факультет стал принимать. Численность студентов выросла по всем направлениям подготовки до 500 человек. Мы получили неплохое помещение в 2011 году на улице Пушкина, где сейчас расположены тут международные отношения. Ну, свой статус. Я, естественно, стал деканом. И, в общем, границы нашей работы, они расширились. Бесспорно, создание философского факультета – это не самоцель, это не повод, чтобы сказать, «О, я теперь декан, я начальник». Это не повод сказать, что классический университет обрел свой облик исторический. Это все так. Но главный повод или причина создания факультета, по которой я за него и бился 7 лет, это то, чтобы в университет появился центр фундаментального гуманитарного образования. Чтобы все вы знали, так же, как физика является фундаментом развития естествознания, без физики нет ни биологии, ни химии, ни геологии и так далее. Точно так же фундаментом развития всего общества знаний и гуманитаристики выступает философия. Советую это запомнить на всю жизнь. Без философии не может быть развития правоведения, социологии, политологии, историографии, филологии, лингвистики, ну и всего большого комплекса социально-гуманитарного знания. Поэтому наши выпускники – это не просто профессионалы в своем деле, это люди, которые выполняют важную гуманитарную миссию. Я называю ее профессиональным кредом философа. Пожалуйста, прочитайте эти, но неотъемлемые для любого выпускника факультета, у кого написан специалист философ, вот эти три важных вещи. Неотступно следовать ключевой миссии гуманитарии, которая, по словам испанского мыслителя Артеги Гассета, состоит в постоянном удержании общества и индивида в поле напряжения культуры, духовности и человечности. Второе, что очень сложно делать в нашем мире – смотреть на любого индивида, как на самоценного и самоценного субъекта. Я чуть-чуть перефразировал знаменитую фразу Платона «Мы ставим человека выше золота». Почему это сложно делать в нашем мире? Рыночная организация общества – это общество, которое все вокруг, от машины до человека, до профессионала, всегда делает только инструментом. Потому что цель любого рыночного хозяйствования – это прибыль, это деньги, это выручка и так далее. Если нет прибыли, нет рентабельности, нет выручки, это, извините, не бизнес-корборация, это не рыночное хозяйствование, а это, как говорили в годы социализма, планово-убыточное предприятие. Вот, например, троллейбусное трамвайное депо в годы моей юности назывались планово-убыточным предприятиями. То есть это не бизнес, это значит, что это затратные вещи, но они нужны обществу, надо же как-то людям передвигаться по городу, не все же пешком, а не планово-убыточным. Бизнес планово-убычным быть не может. Если он скатывается до планово-убытка, он банкротится, и все. И вот если любой человек в мире рынка, это всегда инструмент, даже если он так не думает, на самом деле это так, не буду вам здесь читать лекции по философии капитализма, то очень сложно видеть в человеке цель себе и ценность себе. Что такое самоценность? Значит, человек ценен сам по себе, а не потому, что он хорошо умеет делать то, хорошо умеет делать это, то есть является винтиком рыночного механизма который должен принести прибыль своему хозяину. Точно так же, как и человек это цель в себе. Это означает, что он не может быть инструментом. Он цель в себе. Он уже цель потому, что он человек. Это тоже атрибут философского креда. Ну и третий, без комментариев, я выразил словами Георгия Федотова. Все-таки философы всегда попадают в точку своими перлами. Необходимо защищать человека и человечность перед вызовами рыночно-организованной техногенной цивилизации, где, знаменитые слова русского мыслителя, гуманизм не поддерживается всем ходом жизни, где человек не живет, а его живут. Сказано по-русски неправильно, но по-философски очень верно. Все мы с вами объекты манипуляции со стороны тех, кто стоит у руля рыночного хозяйства. Причем делается это настолько искусно и скрыто, что это мы с вами не ощущаем. Вот философ, обладающий свойством чуть-чуть встать и посмотреть на вещи другими глазами, он и должен как раз защитить человека и человечность от того, что сам ход рыночной жизни постоянно эту человечность разрушает, постоянно все человеческое расчеловечивает. Есть такой термин, может быть, для вас он звучит странно, но поверьте, это правда и только правда. Факультет просуществовал до 2014 года, и в 2014 году создается Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, объединяя философские факультеты и Институт социальных наук, и честь руководить этим институтом доверяется вашему покорному услуге. Институт, большинство из вас все-таки сделали правильный выбор, это 11 направлений подготовки, религоведения, теология, философия, политология, социология, конфликтология, наша славная высшая школа журналистики, телевидение, медиа, коммуникация, реклама, сеть общественности, журналистика, и нынче открыли мы работу с молодежью. В этом году свыше 3000 студентов, 250 сотрудников, четверть из которых профессора доктора наук, и почти половина кандидата наук. Я не буду нахваливать свой институт, вы сами все это узнаете и почувствуете. Я лишь могу подчеркнуть, что динамика роста, а значит популярность и востребованность этих профессий, говорит только в двух цифрах. В 2014 году на 8 направлений мы набирали на первый курс от силы 300 человек. От силы. В этом году вы в этом смысле можете попасть в книгу Гиннесса. За скамею первого курса сели 1300 первокурсников нашего института. Мы, наверное, были на встрече недавний с первым курсом. Еле-еле хватает большого за уникса. Но это говорит о том, что люди хотят и готовы работать. Какова главная миссия института? Она состоит, главное, есть и другие, в том, чтобы заниматься этими направлениями науки, овладевать этими профессиями, в первую очередь, для того, чтобы наш голос был слышен, учитывался наших общественных партнеров. То есть мы, по большому счету, должны помогать власти, государству, обществу, общественным организациям, политическим объединениям, замечательной медиасреде. В их запросах, в их хотелках мы готовим кадры, мы проводим экспертную работу, мы занимаемся подготовкой рекомендаций к принятию ответственных политических решений. Но это немало. И вот один из направлений, как видите, самых разных, объединяет только то, что все они общественные и гуманитарные. Ваш предмет, предмет школы журналистики, выглавляем Леонид Григорьевич. Мой, кстати, тоже бывший студент. Должен я сказать, да, Леонид Григорьевич до сих пор не может мне простить, я ему четверку поставил. Четверку положил. За Гегеля. Учите Гегеля. До сих пор мне напоминает. Ну ладно, я говорю, давай, пересдавай, так и быть. Поправим в дипломе. Как видите, наши партнеры – это и органы государственной и политической власти. Это конфессиональные объединения. Это, конечно, медиахолдинги, весь мир информационный и журналистики. Это все кадрово обеспечивается и будет обеспечиваться нами. В том числе и вами. Поэтому полагаю, что вы, ну если вы действительно хотите принести пользу обществу, мы должны как бы ответственно относиться к этому. Ну, по мере успешной работы, по мере своих каких-то действий, организаций, управленческих навыков, трудов, значит, в 2007 году университет рекомендовал меня к выборам. Члены-корреспонденты нашей Национальной Академной Академии Татарстан. Я успешно прошел конкурсный отбор. Он был очень жесткий. Я вам с удовольствием рассказал эту историю. Это отдельная песня. Было семь претендентов на одно место. И там в несколько туров. В общем, эта история мне прибавила в щедину мою не очень шевелирустую голову. И через 12 лет, в 19-м году, меня уже в более спокойной обстановке избрали академиком. Казалось бы, живи и радуйся. Работа в Академии, естественно, была близка и знакома. Но, видя мои, наверное, неплохие управленческие навыки, меня там тоже быстро назначили на пост руководителя отделения социально-экономических наук. В Академии семь отделений по профилям деятельности. И в 2011 году меня просто рекомендовали на эту должность. Вот я уже два срока исполняю эту должность. Думаю, что в этом году, когда будут выборы на третий срок, меня опять оставят на этом месте. Правильно? Рабочих лошадей держат до последнего. Но отделение мое, вот здесь фотографии не всех членов, это все именитые ученые, за каждым из которых большая биография и высокие должности, заведующие кафедрами, ректоры, вузов, работники из администрации, президенты Республик Татарстан и так далее, экономисты, юристы. Ну, я там единственный философ. Академия меня в этом смысле дала новый урок жизни, урок работы с именитыми коллегами. А как вы догадываетесь, с ним нельзя вести, как мы ведем себя, со студентами, с университетскими коллегами. Это люди из других учреждений, это люди с высокими амбициями, люди достаточно гордые, знающие себе цену. Но, как видите, сумел найти общий язык, иначе бы 10 лет в должности руководителя отделения меня бы не держали. Ну, вот вроде бы все есть. Директорство, заведование, академик. И тем не менее, это не мешало мне и не мешает сегодня быть вовлеченным в гущу общественной жизни. Я здесь выписал только часть тех общественных обязанностей, которые несу. Не буду вам расшифровывать, это, наверное, вам неинтересно, это вам еще, наверное, рано. Хочу лишь сказать, что никогда не отказывался от этих абсолютно общественных, то есть бесплатных видов деятельности. Они отбирают много времени. Не подумайте, я ж только сижу там свадебными генералами, там есть тоже своя работа, свои поручения, которые выполнять. Но могу сказать, что нагружая себя дополнительными такими функциями, я обнаружил справедливость известной пословицы или поговорки, которые, надеюсь, вам известны. Чем большим кругом дел занимаешься, тем больше успеваешь. Вот многие думают так, что ну, все остальное, что не связано с основной работой, с основной учебой, это отвлечение, надо жертвовать основным. Нет, уверяю вас, если эти поручения вы выполняете ну, с душой, с удовольствием, не по принуждению, то сегодня это называется действие в условиях многозадачной, многоцелевой среды. Вот теперь как менеджер это называет. Уверяю, что вы приобретете неплохой опыт, поэтому не бойтесь одновременно следования многим целям. Важно лишь ранжировать. Основное и неосновное. Есть у меня хобби, хотя я считаю, что этим хобби должен обладать любой обществовед. Это научно-публицистическая деятельность. Я еще с консконорских лет был активным автором университетской газеты Ленинс, потом она стала называться Казанский университет. У меня до сих пор хранятся вырезки из моих выступлений, и я их написал чуть ли не за сотню. Но ленинцам дело не ограничилось. И взрослея, я стал с удовольствием выступать, Леонид Григорьевич не даст соврать, он ветеран медийно-информационного поля, в самых различных органах. Бумажно-печатных, а в дальнейшем и электронных. Я выступил неоднократно во всех республиканских печатных изданиях. Одному бизнес-онлайну написал 12 крупных материалов, чем поднял ему рейтинг очень даже хорошо. Выступал на федеральном канале «Культура», на всех телевизионных каналах НТВ, эфир неоднократно, республиканским. Я не только не чураюсь или стесняюсь, я люблю выступать. Выступая, естественно, по самым разным проблемам, образования, науке, общественной жизни. И хотя многие говорят, что с журналистами надо ухо держать в остро, нет журналистов, многие говорят, есть журнолюги, акула-пера, акула-микрофона, акула-камеры. В чем-то с этим я могу согласиться. Но я хочу сказать. Четвертую власть не зря называют так. Это медиа-власть или власть СМИ по-разному. С журналистами надо уметь общаться. Да, надо сразу себе сказать. Кое-что будет немножко гиперболизировано, немножко передернуто, немножко, да, приукрашено или немножко замазано, подмазано. но не надо на них обижаться. Потому что, ну скажу так, четвертая власть, бокс-попули, это щука в том пруду, где есть много карасей, карпов, толстолобиков и так далее. Пока они ведут себя мирно, хорошо, но щуке можно не волноваться. Но иногда некоторые караси и даже толстолобики начинают делать неправильные вещи, несправедливые, ненужные, которые обижают других карасей и толстолобиков. Вот тут как раз и появляется щука. Пусть даже она никого не тронет, но сам факт, что щука никогда не дремлет, заставляет иных карасей и толстолобиков отказаться от не самых благовидных дел и поступков. Вот только это уже одно оправдывает ну некоторые странности в мастерстве журналистов. С ними надо просто уметь общаться. Они неплохие люди, и если они чувствуют вас своего, они всегда готовы вам предоставить трибуну, микрофон и камеру. Я прав, Леонид Григорьевич? Лу. Ну и приближается к завершению некоторых советов старожил университета. Очень простые советы, которые, наверное, вы слышите не вновь, но поверьте, это действительно действовало. Первое, как вы видите на моей такой импровизированной автобиографии, презентации, необходимо найти свое призвание, не боясь, не страшась, при этом, даже если потребовать нового образования или смены профессии. Поверьте, это гораздо лучше, нежели, чем всю жизнь сходить на работу, как на каторгу, даже за большие деньги. Поверьте, работа должна быть радостью, должна быть удовольствием, должна быть призванием. Это самое главное, что человек может и должен обрести свою жизнь. Поверьте, жизнь дается один раз, а хорошая, счастливая, в том числе, с работой жизнь, еще реже, по-философски говорю вам. Поэтому не страшитесь, вы видели историю вашего сегодняшнего героя, риск был вполне оправдан. И я никогда не пожалел о том, что пожертвовал физикой, а закончил я физфак с красным дипломом, ни одной четверки в дипломе нет, на философию. Никогда. Ну, принцип long life learning, учить всю жизнь, вам, надеюсь, уже говорили об этом в школе. Необходимо стремиться всегда перешагнуть то, что вы имеете, не довольствоваться достигнутым. Никогда человеку не должно хватать того, что у него есть профессионального, в работе и так далее. Настойчиво добиваться поставленных целей. В 16 лет, когда мне исполнилось, мои родители подарили мне сувенирную медаль. Ну, такая, из магазина сувениров, где была гравировка. Неотступно следуй намеченной цели. Вот уже 53 года я исполняю этот завет родителей. как видите, вроде бы чего-то добился. Ну, и, конечно, хочу подчеркнуть, что порядочность в отношении с людьми, благожелательность и с годами пришедшие ко мне тоже избегать мстительности и, конечно, умение прощать, это тоже всегда на пользу, в том числе вашей карьере. Завершая свою презентацию, не могу не признаться в любви к альма-маторам. В 71-м году, когда я переступил порог этого замечательного учреждения, я, по существу, присягнул на верность нашему университету и храню эту присягу, верность университету, как видите, уже 52-й год. Перед моими глазами прошли несколько поколений преподавателей и еще больше поколений студентов. Я был свидетелем очень драматичных процессов, очень крутых разломов университетской жизни, которая была связана, как вы догадываетесь, с катаклизмами в нашей стране в 80-х, 90-х и других годах. Я застал университет советский, я застал университет перестроечный, я застал университет постперестроечный, и я продолжаю работать уже в университете современного типа. Далеко не все выдержали эти драматические перемены. Некоторые, и немало, ушли, сгинули, сбежали. Некоторые стали поливать университет грязью, были и такие. Некоторые пропали вообще неизвестно куда, эмигрировали за границу. Но я не из таких. Университет, альма-матер, так часто называют университет, действительно стал для меня не просто фигуральный альма-матер, а в реальности. Я бы никогда не состоялся без университета. Я университету обязан, ну, по гроб жизни. Судите сами. Здесь я получил профессиональное образование. Здесь я делал свои кандидатские докторские диссертации. Здесь я стал неплохим педагогом. Здесь я из сопливого аспиранта вырос до заведующего кафедры, декана факультета, директора института, главного ученого секторя ученого совета КФУ. Есть у меня и такая должность. Университет подарил мне самых близких со студенческой пары друзей, дружба с которым закалена уже десятилетиями. Университет закончила моя дочь, и университет тоже предпосыл к ее дальнейшей очень успешной деятельности. Университет дал мне возможность познакомиться с людьми удивительными, выдающимися учеными, педагогами, управленцами, государственными, общественными деятелями. Ну, университет наконец держит и держал меня в хорошей психической и физической форме, не давал стареть ни душой, ни телом, что позволило мне в общем-то свой золотой возраст, Лен Гриш, как это называется, как видите, быть вполне работоспособным и находить общий язык самыми разными категориями и со студентами, и с преподавателями, и с руководителями и так далее. Университет это моя главная любовь в жизни, это действительно моя мать, для которой я остаюсь трепетным, любящим ее сыном. Спасибо за промежуточные аплодисменты. Последний слайд. Возвращаемся к исходной посылу моей презентации. Общественное служение как смысл жизни. Я могу сказать это по-другому. Главным критерием моего жизненно успеха, а уж успешно я или нет не мне судить, вам это лучше, виднее, это созидание общественного блага. Как вы поняли, надеюсь, в течение моего рассказа, я всю жизнь свою профессиональную посвятил сферам, которые созидают общественное, в первую очередь, духовное благо, наука и образование, институты гражданского общества, общественное объединение, общественное движение, то есть там, где делается благо для всего общества. Насколько велик и значим мой вклад, судить не мне, но я старался, старался работать по-честному. И работал в этих сферах не за награды, не за регалии, не за денежные какие-то выгоды и бонусы, не за известность, признание, славу, медийность и так далее. Работал, потому что так диктовало сердце, работал, потому что мне было интересно и всегда работал с радостью и удовольствием. А звания, регалии, награды пришли позже. Как видите, вот на этом снимке я крайне редко надеваю свои награды, может быть, раз в пять лет по юбилею, и я не обойден знаками государственного внимания со стороны Российской Федерации, Республики Татарстан, профильном министерстве, конечно, родного университета. он иконостас, уж скоро как у Леонида Ильича вешать некуда будет медалей. Но дело не в этом, повторяю. Я горжусь тем, что посвятил жизнь именно этой сфере, и в этом вижу смысл своей жизни. Поэтому, последняя фраза, когда мне иногда мои друзья, журналисты, ученики, коллеги спрашивают, «Ну, Михаил Дмитриевич, а вот если бы была возможность все начать с нуля, с начала, с чистого листа, избрали бы какой-то другой путь?» Догадывайтесь, что я им отвечаю. Нет и никогда. Я бы хотел прожить ровно тот путь, который сегодня за моей спиной. Путь вместе с философией, путь вместе с университетом, путь вместе с обществом. Вот теперь можете походить. Спасибо. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Теперь я, позвольте, седу, да, Леонидович? Да, присаживайтесь, так и комфортней. И вот после того, что было сказано, очень хочется поблагодарить и закончить, потому что очень правильные, очень четкие акценты и ноты прозвучали. И все-таки, если позвольте, мы не откажем удовольствия аудитории включиться в сессию вопросов и ответов. Напомню коллегам, что микрофон вот сейчас у коллеги в руках. Если кто-то уже готов сформулировать первый вопрос, то давайте знать. Он буквально через одного человека. Пожалуйста, только единственная у меня просьба к вам всем представляться, потому что Михаил Дмитриевич может кого-то не знать. Наши зрители не все знают каждого из вас. Будет приятно услышать ваше имя в том числе. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Торпова, я с профиля режиссура телевидения. И у меня такой вопрос. Какие вы считаете три или может пять основных качеств современного человека в данный момент? Молодого имеется в виду? Что? Молодого? Ну да. Потому что я вроде тоже современный, но далеко уже не молодой. Ну, подрастающего, как бы взрослого поколения. Качества какие? Которые мне нравятся или не нравятся? Ну, которые вот важны, по вашему мнению. Ну, к которым я отношусь позитивно. Ну, мне, во-первых, нравится, ну, скажу так, больше, что ли, сфер личностной реализации молодежи не всегда в традиционных институтах социализации. То есть, человек начинает себя реализовывать там, ну, в системе там, социальных сетей, блогерством. Человек начинает интересно одеваться, интересно стричься. Эстетизм, я бы сказал так. Эстетизм – это выигрышная черта. Нравится искренность молодежи. Я, кстати говоря, никогда, хоть и говорят, что отцы всегда ворчат на молодежь, что они не такие, тогда я никогда не ворчу, потому что я вспоминаю, как мои родители ворчали на меня. И, ну, хочу повторять то, что мне тогда не нравилось. Вот в этом смысле еще раз говорю, молодежь мне нравится. Она искренняя, зачастую гораздо искреннее, чем были мы в ваши годы, и уж, конечно, искреннее, чем мы в наши годы. третий черту. Сейчас дайте мне минутку сконцентрироваться. Ну, не знаю, может быть, больше, хотя не постоянное, но эмпатийность, что ли, отзывчивость, сострадание молодежи к делам, тех, кому надо помочь, начиная от больных животных и заканчивая погорельцев там или людей, не обязательно их возраста и так далее. То есть, в этом плане молодежь мне нравится. Ну, есть и то, что мне не очень нравится, хотя рискну вызвать вашу критику, что я уже по-взрослому ворчу. Молодежь стала менее солидарна, что ли, друг с другом, менее обобщена ну, какие-то тесные группы, то есть, гораздо более индивидуалистичнее. Не могу согласиться с потребительским отношением молодежи, хотя не считаю, что это ваша вина. Было бы странно, что в потребительском обществе подавляющее божество молодых людей предпочитали отдавать больше, чем потреблять. Может быть, это временное явление, может быть, это уже постоянный драйвер развития общества на ближайшие 100 или 150 лет. Ну и ценю, конечно, ваше умение работать в виртуальной среде. Тут действительно мысль по отношению к вам не просто эти мигранты по сравнению с оберегендами. Ну, как говорят, цифровые, да, мастодонт, наверное. Случайно зашить человека. Магик, а магик, а не то и путь. Это очень ценное качество. Ну, как любой все-таки философствующий субъект, мы всегда в одной медали видим обе стороны. И на каждый из этих чат я точно так же могу вам выкатить то, что мне не нравится и то, что нравится. Но это, наверное, тема отдельной встречи. Спасибо большое. Спасибо. Аплодисменты. Сюда, да, микрофон? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Все работает. Меня зовут Станислав. Я студент первого курса направления конфликтология. И я бы хотел задать вам вопрос, как человек, который занимается почти всю жизнь философией, который имеет уже большой опыт за плечами. я хотел задать вам немного такой тоже философский вопрос. Давайте, с удовольствием. Многие люди в жизни ищут свое счастье, ищут свою дорогу. И вот хотелось бы узнать у вас, считаете ли вы, что каждый должен иметь одну какую-то цель, общую, так скажем, коллективную, или каждый имеет свою дорогу, которую он должен сам понять и избрать, и какая-то дорога была для вас, что было для вас ориентиром? Я полагаю, что вы даже догадываетесь, как я отвечу. Мой путь – это один из возможных множества путей жизненных стратегий и жизненных целей. И ради Бога не поймите, что вот если все будут следовать пути академика Щелкунова, и будет им счастье. Совершенно не обязательно. Есть, понимаете, стратегии иногда такие, что даже люди, добиваясь вот, ну, скажем так, задач, которым явно не по плечу, но все-таки они кладут на эту всю жизнь. Казалось бы, они должны сказать, наконец-то мы счастливы. Но вместо наслаждения победами у них в памяти только тяготы пути их достижения. Понимаете? Там уже не до наслаждения, там только уже весь измотан, выжат как лимон, но эту цель достиг. Хотя внешне, казалось бы, то же самое. Академик, государственный деятель, главврач и так далее, ну, всяко можно говорить. В этом смысле каждый человек суверен своего жизненного пути. Самое главное, чтобы этот жизненный путь действительно не был или не стал со временем тягостным, бременем для вас. Вот надо по жизни, конечно, вот уловить тот момент, где среди всех проб, пробовать надо, вы вдруг почувствуете, что это мое, это родное. Знаете, вот философия это почувствовал. Я не сомневаюсь, что из меня вышел бы неплохой физик, даже профессор физики, возможно, даже завкафедрой, может быть, даже директор института физики с учетом моих менеджерных способностей, но я уверен, что это не было бы тем наслаждением и удовольствием, с которым я занимаюсь в философии. А жизненные стратегии могут быть разные. Кто-то утверждается профессионально, кто-то утверждается в семье, кто-то утверждается в родительстве. Дети – это вообще великое счастье, и для меня понятие free of child, child hating и так далее, это, по-моему, матерные нехорошие слова. Я могу лишь посоветовать вам, что наряду с профессиональными успехами, с социальными достижениями, семья и особенно дети, но это то, без чего жизнь будет просто абсолютно неполной. Можно делать успешную карьеру в политике, в бизнесе, в служении в правоохране, в армии и так далее. Лишь бы, повторяю, это было тебе по душе, лишь бы действительно ты нашел тот участок, который тебя радует эмоционально, профессионально, материально и так далее. Но чтобы не было каторги, тягомотины и постоянного сдерживания себя от того, чтобы уйти, разорвать, запить и тому подобное. Это мое глубокое умеждение. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Александр. Я студент философского факультета. Хочу вас спросить, есть ли будущее у русской, извините, российской философии? Сможет ли Россия когда-нибудь сформировать свою самобытную философскую школу? Спасибо. Вопрос, конечно, интересный, да, я догадываюсь подоплеку этого вопроса. Официально как бы считается, что русская философия, вы понимаете, о кой философии, я говорю, 19-го, начало 20-го века, это чисто местечковые явления, и понятно, что там ни Бердяев, ни Лоски, ни Флоренский, ни другие наши русские философские гении, они близко, места рядом с Кантом, с Гегелем и Великой Плеядой западноевропейских мыслителей. Есть противники такой точки зрения, есть те, которые считают, что русская философия не только самобытна, но и по своему уровню, как посмотреть, в каком дискурсе, она вполне может быть сопоставима с великими философскими учениями наших западноевропейских классиков. Что касается будущего русской философии, ну, скажу вам, оно зависит от вас, вы же на философском отделении, вот и дерзайте, и я, наверное, уж не доживу, но институт и философия в Казанском университете, когда вы достигнете высот философского мастерства и поставите русскую философию на тот уровень, где вы считаете, она должна играть, но университет занесет вас в почетную книгу великих выпускников университета, чего я вам желаю. Спасибо. Еще вопрос, да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алина, я тоже с направлением философии. Отлично. Я хотела бы еще раз вас поблагодарить за выступление, потому что оно меня очень тронуло, и я тоже сменила направление. Раньше я училась на юриста, и я выбрала свой путь именно в философию. У меня бальзам на сердце. Я бы хотела спросить, что делать начинающему философу, как начинать свою карьеру именно в науке? Карьеру или образование? И образование, и карьеру. Нет, это разные вещи. не то, и другое вы просите, да? Да. Если говорить об образовании, то первый кругольный камень для того, чтобы быть успешным в философии, это, конечно, знание философской традиции. То есть, все, начиная с античности и заканчивая северенософом. Я иногда говорю, не все, правда, коллеги разделяют это, что нет никакой философии, есть только история философии, есть вечная борьба самых разных идей, самых разных дискурсах, по вечному, в философии вечно только вопросы. Что есть человек, откуда шел мир, что такое смерть, что будет после смерти, что такое красота, почему замечательная иномарка, навороченная, типа там, Геленсвагена, и обнаженная Венера в известной скульптуре мы называем одинаково красивыми. Что общего между голой женщиной и навороченной тачкой? А мы говорим, что они обе красивые. Что такое добро, чем оно отличается от зла, что такое справедливость, в чем природа человека, на что больше, обезьяневого или божественного? Это вечные вопросы. По ним, собственно, история философии дает вам целую палитру решений. Как вот вы приходите в современный торговый центр, вам необходимо купить какую-то вещь. Вот вы заходите, там на прилавке все для вас из этой номинации. Кроссовки, пожалуйста, вот такие, вот такие, вот мужские, вот женские, вот прикольные, вот неприкольные, вот с лампочками, вот с музыкой и так далее. Выбирайте. Так и философия. Что такое добро? У Аристотеля одно, у Платона другое, у Аврелия третье, у Августина четвертое, у Бекона пятое, у Лок шестое, у Конта другое и так далее, тому подобное. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А дальнейшее все придет само по себе. То есть, вы, груженные вот этими способами решения, а философии нет единственно правильных решений. Вы понимаете, что с Аристотелем можно так же соглашаться, как его оспаривать. С Гегелем можно так же соглашаться, как его оспаривать. Если одни привнесли диалектику Гегеля, то тот же Поппер писал, что ничего более жезобетонного философии, как диалектика Гегеля, он не встречал. А Карл Поппер тоже вообще-то философ не последнего ряда, как известно. И тому подобное. Делать карьеру, делать карьеру, если по госу профессиональному, да, если вот что, где нас ждет государство, оно скромно написало в сферах науки и образования. Как член методического совета нашего федерального могу сказать, что долго в министерстве пытались сделать конкретный гос. для философов. Вот для юристов получается, для сельхозников получается, для математиков и инженеров получается. А вот какие производственные функции предписать философу, несколько лет решали, ничего не могли написать и в итоге написали. Работа в учреждениях науки и образования. На самом деле философ может работать практически везде. Я отнюдь не сторонник, что все шли в аспирантуру, все преподавали, все шли в исследовательские учреждения, философские сектора и так далее. Это можно, если вас туда зовет душа. Но философское образование, особенно вкупе, если вы немножко уже были юристом, а может быть закончите юридически, может быть параллельно другую профессию, не пожалеете денег на второе образование, она вам всегда с руки, она никогда не помешает. Философы прекрасно работают в медиасреде, Лен Григорьевич скажет, они не хуже, пусть журналисты на меня не обижаются, а зачастую профессиональные освещают многие вещи. Философы прекрасные помощники, руководители, референты, философы отлично вписываются в политические движения, в политические партии и так далее. Философы есть бизнесмены, философы отличные пиарщики, вот Адель Галиуллин, наш выпускник, ну, типично философ, непросто, неплохо защищался несколько лет назад, где-то пробовал работать на преподавании, сейчас он руководитель пресс-службы Казанского международного аэропорта, отличный оклад, паблисити, прекрасный коллектив, республиканская и даже российская известность, в дипломе, специальность, философия, вот вам типичный пример. Газета про город была, Олег Григорьевич, кто Евгений, забыл я его фамилию уже, значит, сейчас она уже, ну, несколько лет издавала, неплохая газета, выпускница философского факультета, ну, вот организовал газет, которая была очень популярна, понятен ответ? Спасибо. Так, микрофон, как много вопросов, так приятно, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я студентка первого курса конфликтологии, и у меня такой к вам вопрос, какой поступок вы совершили в своей жизни, за который вам до сих пор стыдно? Ну, если сказать по-честному... Четверку мне поставили. Было немного, может быть, один-два поступка, за которые действительно совесть меня кусает по сей день, но об этом я никогда никому не расскажу. Спасибо. Ну, это было для самых согласных. Я думаю, вы вполне удовлетворены таким ответом. Они, так сказать, были прегрешениями в области моральной, там никто не пострадал, ни физически, никак. Не все тогда было... А тогда давайте вот перевернем мною, на меня давили и так далее. Но я просто считаю, что я с малодушницей. С разрешения автора вопроса перевернем. А за какой поступок вы больше всего гордитесь, испытываете гордость? Ну, то есть, понятно, что очень много сделано, и очень много вы даже сегодня не смогли сказать силу временного ограничения, да, из того достойного и значимого, что было в вашей жизни. Ну, что-то вот есть такое, вот прям, что-то... Вот если бы вам сказали, у вас одна минута всего, вот за одну минуту... Ну, поступок вы имеете в виду нравственную сторону или профессиональную, Григорьевич? Ну, давайте все-таки профессиональную. Профессиональную я не сказал. Даже если бы я ничего другого не добился в жизни, кроме создания философского факультета в КГУ, я бы умер с легким сердцем, ну, и чистой совестью, хотя совесть чистая по умолчанию быть ни у какого человека не может, тогда он превращается в Бога сразу. Этого вполне достаточно. Это предмет моей гордости, и уж, как я иногда шучу, ребята, деньги я оставлю уж вам после смерти, но доску уж вы прибейте. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Марк, я с факультета философии, ну, и давайте я вам задам очень такой философский вопрос. В конфликте Гегеля и Артура Шопенгауэра чью бы сторону вы все-таки взяли? Первый курс, точно. Какие у вас первокурсники сильные? это же элита института, пусть на меня конфликтологи и журналисты не обижаются, я студентов люблю всех. Мы не обижаемся, мы завидуем просто. Спасибо, хороший вопрос, спасибо. я понимаю, о чем вы говорите, но думаю, что однозначный ответ здесь дать нельзя. Мне кажется, истина где-то посередине. В каждом человеке намешано что-то от Гегеля и в каждом есть что-то, ну, я имею в виду из идей, из образа, на котором настаивал Гегель, и что, о чем писал Шопенгава. Спасибо. Микрофон я вижу, да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Арина, я ученица, студентка первого курса конфликтологии. У меня к вам вопрос. Встречались ли вы в своей жизни когда-нибудь с осуждением? Допустим, во время вашего ухода из физики и перехода в философию. Как вы боролись, что вы делали, что вы говорили этим людям? Нет, вот удивительно, что все мои коллеги, друзья по физфаку, а я с физиком дружу по сей день, более-то 30 лет из 40 профессиональной преподавательской деятельности я читал на физфаке, 30 лет я ходил на физфак и всегда говорил, ребята, я тоже физик, но сейчас уже пришел как-то, осуждение не было. Спасибо. А вот если тоже как-то так вот еще раз продолжить и ваш вопрос тоже, вы уже упоминали имена некоторых ваших учителей, кто из них, ну вот, вы считаете, стал драйвером вашего выбора? Два человека, о которых я тоже пишу, я готовлю книгу мемуаров, уже пришла пора для этого, потихонечку пишу, два человека, без которых моя университетская философская судьба не состоялась, они уже ушли от нас, ну, Леонид Григорьевич их хорошо помнит, это заведующий кастой тогдашней философии профессор Садыков, Марат Борисович, ему, кстати, нынче исполняется 90 лет, 10 октября, мы будем отмечать эту дату. Он, начну с другого, и профессор Комаров Виктор Николаевич. Скажу вкратце, Виктор Николаевич открыл для меня мир философии, он был научным руководителем по моей диссертации, и, общаясь с ним, вот я и понял, вот это величайшее искушение и утешение философии. Марат Борисович привил меня на другую сторону, он привил мне научно-образовательный этос, то есть правило жизни, поведения преподавателя университета. Потому что, понимаете, когда вы из физики через комсомол приходите в общественной науке, ну, некоторые вещи, которые возможны на поприще естественных наук, а уж тем более некоторые вещи, которые возможны в политизированной организации, но они не всегда приемлемы в мире философском. И этим двум людям я благодарен по сей день. Спасибо. Еще вопросы? Выказал, задумался. Если есть вопросы, то я, вот, передавайте пока микрофон, а пока вы передаете микрофон, мы будем скоро уже завершать, то есть у кого-то право. Плакал наш с вами ученый совет. кстати, да. Но нет, он сегодня короткий, мне простят мое отсутствие. Я думаю, здесь, да не обидеться на наш ученый совет, намного интереснее и содержательнее. Мне это, да, конечно. Значит, если позвольте, вот, вот, что хотелось уточнить у вас, но если тоже вы, конечно, захотите отвечать на этот вопрос, а каково ваше отношение к религии? Вот, ну, физика, да, большая наука, которая, ну, мы догадываемся, да, как в основном она на это все смотрит, в основном, не все, конечно, да, и тут философия, и более того, вы были инициатором зарождения целых направлений, да. и теологии, да. Кстати, начало ответа на ваш вопрос, могу сказать, что когда по поручению руководства республики стали ставить вопрос об открытии религоведней теологии в университете, ну, естественно, это стало все публично, потому что не скроешь, готовишь документацию, докладываешь в инстанциях. Мои хорошие коллеги, друзья, тогдашний декан физфака Аганов Альберт Ватанович, и ушедший недавно, к сожалению, Галкин Владимир Иванович, декан химфака, они прямо сказали, Миша, если ты откроешь религоведение, мы еще это степим, но если ты откроешь теологию, мы перестанем с тобой здороваться, ты будешь нерукопожатным. ну, как видите, и теология открыли, и религоведение, и руки мы продолжали жать и дальше десятилетиями. Теперь по существу. Леонид Григорьевич, вы правы, я всегда на этот вопрос отвечаю так, получив базовое физическое образование, очень сложно прийти к вере или даже к идее, что существует сверхъестественное начало, называемое Богом. Ибо для познания мира природы Бог фигура излишняя. То есть он ничего не добавляет в объяснение тех процессов, которые дает наука физики, наука биологии, наука химии. Если же говорить о мире человеческих отношений, о человеке, как личности, то здесь вопрос спорный. Мораль можно объяснять, исходя из социобиологии, что какие-то там предпосылки есть, инстинкты у животных, которые вроде, ну, можно считать как предмораль, субмораль и так далее. Но мораль с не меньшей мере можно объяснять наличием Бога. Ибо откуда у человека совесть, которая в нем просыпается в ранние годы, почему люди не рождаются никогда преступниками, они ими становятся, почему нас иногда, а скорее всего часто, гложет внутренний голос за то, что мы сделали формально, правильно, по закону, верно, а совесть говорит, нет, это не так. На этот вопрос невозможно ответить рационально. Поэтому можно прибегнуть, что совесть это голос Бога в нашем теле. Но это не мешает мне с большим уважением и пиететом относиться к религии церкви как хранителям морали, как средством утверждения межнационального согласия, гражданского мира, да просто как носителям очень мудрых советов, очень мудрых наставлений, которые, если немножко, так сказать, религиозную оболочку с них подчистить, вполне будут жизненным руководством, руководством по жизни любому человеку. Поэтому Леон Григорьевич хорошо знает, я, мы дружим с нашей епархией, я с большим уважением относился к тоже ушедшему, к сожалению, митрополиту Феофану, сейчас у нас хорошее отношение с митрополитом Кириллом, мы встречаемся, они выступают здесь, в этой аудитории, перед университетскими студентами, перед студентами нашего института, мы находим общий язык, потому что, собственно, база, на которой всегда можно свести светское и религозное начало, это база ценностей жизни человека. Религия, если брать, ну, скажем так, вероучительную сторону, никогда не призывала ни к злу, ни к войне, ни к предательству, ни к изменам, блуду и так далее и тому подобное. А согласитесь, ну, в наш очень, скажем так, неспокойный и в нравственном отношении совсем не лучший век в истории человечества, но много ли институтов, которые удерживают человека в узде нравственных норм, в нормах культурных запретов. Человек, как известно, культура, нравственность начинается с добровольно принимаемых на себя человеком запретов. Эти запреты носят исключительно над природным характером. Вы сидите, слушаете меня, некоторые проголодались, но это не значит, что сейчас вы даже принесли с собой пирожки и начнете здесь жевать. Вы терпите? Так или нет? Это типичный пример, где вы себя обуздываете. И так во всем. Сегодня общество, повторяю, очень либерально относится к этим запретам. Скажем так, многие запреты размыты. И только считанные институты пытаются человеку сказать, не надо, оставайся человеком, не отдавай себя волвоз обезьяну. Обезьяна у нас сидит, она никуда не исчезает. К ней сегодня другая чума добавилась. Киборг, который к нам движется из будущего, вот они сегодня с двух сторон начинают пожирать человечество. Культурные, нравственные нормы ослаблены. Обезьяна торжествую, что хочу и делаю. Вызов. Принцип жизни современного общества, пусть молодежь на меня не обижается, это цинизм, то есть демонстративный вызов культурной нравственной традиции. Демонстративный. Не втайне где-то нарушаешь эти нормы. Если нарушил, молчишь, постараешься их корсулировать. Нет, нарушил прилюдно, нарушил вызывающе, а потом еще растрезвонил во всех сетях, что ты сегодня сделал то-то, то-то и то-то. Жарил сосиски на пламени вечного костра, вечного огня, простите. Но это как назвать? Отнял милостыню нищего, старика на паперте, и потом в сеть айда пошел. Лайки-лайки или анти-лайки. Все равно пиар, черный или светлый. Это как назвать? Да, люди не ангелы, я тоже не ангел, не подумайте, что сидит вам, только крылья осталось показать. Человеку свойственно иногда нарушать, хотя лучше, конечно, воздерживаться. Но когда это становится массовым и как бы привлекательным, это, извините, бог хмурится, если он есть. И вот в числе институтов, которые поддерживают все-таки в человеке культуру, образование, это, конечно, гуманитарная сфера, и в первую очередь сфера гуманитарного образования, университетского образования, семья, но отчасти не уверен, не уверен. И стоит церковь, остается конфессия, они на этом стоят. Вот два, ну максимум три столпа, которые еще не дают человеку нравственно упасть ниже плинтуса. Поэтому я считаю место и роль религии оправданным, уважаю ее, и, как говорится, за тех, кто верует, только радуюсь. Спасибо. Давайте завершающий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Регина, я с направления философии, и мы на парах разбирали вопрос, каждый ли человек может стать философом? Вот, какой бы вы дали ответ? Хороший вопрос. Мне приятно, что у нас такие первокурсичные. Хороший финал для сессии вопросов ответов. Есть три типа философствования. Первый кабинетный, но это исследователь, философ всю жизнь может прожить в книгах, это я вам сразу говорю, точно. И это тоже будет жизнь, иногда успешная, иногда в кайфе ему самому. Есть философия публичная, преподавание, представитель публичной философии перед вами. И есть философия житейская. Это та философия, которой так или иначе в меру своих интеллектуальных, личностных способностей приходит человек, ну, как правило, во второй половине жизни. Хотя многие из вас, и за это мне молодежь тоже нравится, они вообще ставят мировоззренческие вопросы, иногда даже на уровне школы, на уровне школьных классов и так далее. поэтому ваш вопрос всякий ли может стать философом? С точки зрения житейской философии почти все. Чем старше человек становится, тем больше он начинает гладать вопросы, правильно ли он жил, правильно ли он поступил, так ли он вел семейную жизнь, и так далее, и тому подобное. Как вот сейчас мне девушка правильно спросила, есть ли поступки, которые вызывают до сих пор у вас гладание совести. Да, хотя десятки лет прошло с тех времен, все равно я рефлектирую по этому вопросу. А нравственность, мораль, это вообще вещи, которые связаны с философом, так ли нет? Что касается публичной философии, не каждый, для этого нужно призвание. можно, закончить философские факультеты, можно даже защитить кандидатскую, докторскую по философии, можно стать профессором философии, но если нет стремления, способности к абстрагированию, к трансценденции, к обобщению, ну это сложно, вы же знаете, а сказать, что такое философия, невозможно, это куча ответов. Мне, например, нравится фраза Тадеушко-Торбинска, философия это коллективная исповедь, мы по поводу мира, выраженная через индивидуальное я, то есть голосом философа говорит общество, как оно видит мир, коллективное мнение, но которое ему удается сконцентрировать, саккумулировать в собственном философском учении. Мне кажется, это очень хорошее определение. Но, повторяю, преподавать философию можно просто, ну вот решил преподавать, закончил институт, защитился и тому подобное. Но это не философ, это в лучшем случае ремесленник. Такие тоже нужны, я согласен. Кабинетные ученые, как правило, это самые глубокие настоящие философы. Философия это знания, которые требуют значительной уединенности его носителя. Философ постигает мир неочевидным образом. Философия как раз почему и занимается трансцеденцией, что выводит человека силой мысли за мир очевидного, за мир того, что можно потрогать, пощупать через микроскоп, понюхать, полизать, покусать и так далее. Это называется трансцедирование. Три отрасли всего лишь занимаются трансцедированием в человеческой духовности, в человеческом мире. Искусство, религия и философия. Искусство выходит за пределы наличного мира силой фантазии. Оно строит образы литературные, архитектурные, живописные, музыкальные фантазии художника. Это, как вы знаете, его достоинство. Религия выходит за границы наличновидимого мира через догмат и веру. Религия, догмат это неприкасаемое. Я, как только в большей степени стал знакомиться реально с нашими коллегами богословами и так далее, на разных встречах, конференциях и так далее, я еще раз поразился, насколько слово вероучение, библейское слово, хроническое слово, это вообще табу. Там одна мысль только дать другую интерпретацию или добавить что-то, расширить и так далее, она храмольна по определению, она грозит отлучением от конфессии. Там уже все расписано, что есть жизнь, как она зародилась, что есть смерть, что будет после смерти и так далее. И не важно, что вы не чувствуете, что мир идет к апокалипсису, не важно, что Христос что-то запаздывает со вторым пришествием, видимо, как я говорю, билеты на поезда вздорожали, но для них только так. Достоинство философии в том, что она выходит за границы наличного в решениях мировоззренческих вопросов, опираясь на силу, универсум культуры всего человечества за всю историю, но только силой мысли. Она не верит в догмы, она сторонится фантазией. Она принимает, мы принимаем и дружим с художниками, мы принимаем выбор верующих людей, но у нас свой выбор. Мы утверждаем о том, чего нет и не видят глаз, прибор, органы чувств человека в реальности, силой мысли перепрыгиваем эту границу. Это и есть, как известно, трансценирование. Я ответил на ваш вопрос. Сергей Николаевич, несмотря на то, что зал очень нехотя высказался на ваш вопрос проголодал, слен, все-таки поддержим ваше внутреннее желание сейчас перекусить и желание наших режиссеров и, к сожалению, завершить нашу сегодняшнюю встречу, но хочу напомнить всем здесь присутствующим, тем более, что многие только начинают свою учебу в университете, что в этом зале достаточно часто проходят дискуссии на достаточно актуальные общественные, общественно значимые темы и Михаил Дмитриевич принимает в них самое активное участие в качестве эксперта, человека, который помогает разобраться в тех темах, в тех проблемах, которые обозначаются для дискуссии. Поэтому надеюсь, что у вас будет достаточно много за годы учебы поводов встретиться вовне аудитории с Михаилом Мечем Щелкуном, которого мы сегодня еще раз благодарим за то, что полтора часа своего времени он посвятил рассказу не только о своих знаниях и своем опыте, но о нечто большем, что каждый сможет вынести из этого зала в своей интерпретации, надеюсь, очень конструктивный, эффективный для будущего. Спасибо вам. Два слова. Понятно, конечно. Я хочу поблагодарить моих юных друзей, первокурсников за терпение, за внимание, за вопросы, они мне очень понравились. И лишь у себя надеждой, что через 4 года с большим удовольствием, мне всегда нравятся процедуры вручения дипломов, каждому из вас вручу заветное диплом во окончании бакалавриата, и, наверное, в момент вручения мы с вами вспомним нашу первую встречу в этом замечательном здании с участием Леонида Григорьевича Толчинского. Спасибо. Спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова